Украинский моряк Андрей Новичков, которого на днях освободили из иранской тюрьмы, сегодня наконец вернулся домой. Борьба за спасение Одесситой велась почти два года. Уже сегодня Андрей увиделся со своей бабушкой, которая приложила максимум усилий, чтобы освободить внука. Наши корреспонденты следили за историческим возвращением Андрея Новичкова в Украину. Долгожданное возвращение на родину. Самолет с одесским моряком Андреем Новичковым прибыл из Тегерана в аэропорт Борисполь утром 10 января. Первым делом наш земляк поблагодарил всех, кто приближал день его освобождения из иранской тюрьмы и возвращения домой. Родную Одессу моряк покинул далекой осенью 2016-го. Тоже спасибо Кивалову. Ну и, естественно, что гражданам Украины, которые в стране, в аут страны, друзьям, родственникам, бабушке моей. Она у нас никогда не сдается. Молодец. Спасибо тем, кто помогал, и спасибо тем, кто не мешал. Сразу после брифинга Андрей отправился в Одессу, где его встречал единственный родной человек, бабушка Елена Вероновская. Также она вспомнила всех, кто помогал ей в спасении внука. Когда Сергей Васильевич приехал и знакомился с бумагами, он попросил, чтобы я приехала на следующий же день. У нас была длительная беседа, и он сказал, я как депутат обещаю вам, что я приложу все усилия, и мы будем встречать вашего внука в Одессе. А это все случилось, и на сегодняшний день он стоит на пороге своего дома. Кроме того, Андрей Новичков в очередной раз подчеркнул, что во время работы на судне профессиональное качество команды ставил превыше всего. Палуба не место для выяснения личных отношений. Как у вас были отношения с этим парнем? То есть вообще какие-то были? Какие отношения? Ну, он все работает и все. Ну, не совсем работает, он ленивый. Рабочие, подчиненные, какие могут быть. Личные отношения я на работе ни с кем не строю, у меня разграничения с ними. Я отдельно, они отдельно. Все ясно, четко и понятно. Несмотря на колоссальное внимание к судьбе моряка со стороны СМИ и многих политиков, ситуация не повод для политической рекламы, считает бабушка моряка. Те, кто действительно помогал решать проблему, вели кропотливую работу долгое время. На сегодняшний день есть много нерадивых политиков и средств массовых информаций, которые перед выборами хотят себе присвоить баллы за то, что они не делали. Много каналов и много политиков, которые освещают этот вопрос, не сделали ничего. Но на сегодняшний день самую громадную работу, которую юридически сделал, это Сергей Васильевич Кивалов со своим аппаратом, со своими помощниками. И благодаря ему Андрей сегодня возвращен. Когда я была у него на первом приеме, он сказал, «Елена Николаевна, я обещаю, что правда восторжествует, и мы Андрея возвратим». Я не верила, что это произойдет, но зная цель и юридическую сторону дела, Сергей Васильевич шел мне отъемлемо вперед, за что я ему очень благодарна. И я, и Андрей, понимая, сколько сделано с Сергеем Васильевичем, благодарю, еще раз благодарю за то, что мой внук, я счастлива, что мой внук теперь дома. Бабушка моряка обила пороги десятка в инстанции, дошла и до Министерства иностранных дел. Но в основном ее проблемой там долгое время не занимались. Я пишу, допустим, на двух листах, они мне отвечают на четверть листа. Я даже Министерство иностранных дел один раз сняла ксерокопию их ответа, и опять мои вопросы, которые я задавала, я им послала вторично. И спрашиваю, я недовольна ответом, не удовлетворена. Может быть, не полностью прочитали мои запросы, почему я запрашиваю Министерство иностранных дел. Вы мне пишите отписку. Меня это не устраивает. И они потом немножко стали лучше отвечать мне. Но те запросы, которые давал Сергей Васильевич, и у меня есть ксерокопии этих, они уже отвечают на основании законов, статей. Они понимают, что они перед Сергеем Васильевичем не могут опровергнуть его доказательства. И благодаря его постоянной работе для того, чтобы освободить Андрея, правда восторжествовала. Отметим, что Сергей Кивалов дважды встречался с чрезвычайным и полномочным послом Исламской республики Иран в Украине Мохаммадом Бехешти Манфаредом. А также направил ряд депутатских запросов в Министерство иностранных дел и Генпрокуратуру с требованием, как можно скорее освободить и вернуть на родину Новичкова. Кроме того, в конце октября народный депутат встретился с главой государства, который обещал поспособствовать возвращению домой нашего соотечественника. Как результат, Петр Порошенко подписал указ о помиловании иранца, благодаря чему стал возможен равноценный обмен на нашего соотечественника.